Раскрылась необычная и в то же время простая выставка. Ее автор, скандальный художник из России Петро Воткинс, сделал дело и улетел к себе домой. А выставка пока живет. Скирманты Бальчута расскажет больше. Место проведения выставки раскрыли в последний момент. Это полуразвалившийся дом на улице Маскова с 87. Сам Петро Воткинс заблаговременно скрылся, оставив угощение и краткое описание своих работ на английском языке. Посреди разрухи стоит столик, накрытый белой скатертью. На нем хорошее сухое шампанское и свежая клубника. Все это, конечно же, не вяжется с окружающей обстановкой, но художник, видимо, считает иначе. Одни из первых посетителей – дети и турист-фотограф из Швеции. Я думаю, это на самом деле очень странная выставка на развалинах. Это и вправду классный стиль. Я слышал про этого Петра Воткинса и раньше, и очень рад видеть его работы в реальности. И они только в интернете. Художника русского происхождения Петра Воткинс сравнивают с Бэнкси и Марселем Дюшаном. Он оспаривает общепринятое понятие красоты и бросает вызов. Например, подменив знаменитую статую писающего мальчика в Брюсселе на свою собственную позолоченную скульптуру. Или подарив музыкальную статую президенту Зимбабве Роберту Мугабе. С этим произведением искусства, в котором звучит песня в стиле рэп, критикующая диктатора, Боткинс путешествовал по Зимбабве и еле спасся от преследования полиции и тюрьмы. Статуя под названием «Мой подарок» Роберту привезена в Ригу. А также знаменитые подгузники от Армани, все цвета белого, символ любви. Местом акции специально избран именно московский фаштат, пояснил Петра Воткинс по скайпу. Он старается сохранить орел таинственности, поэтому на интервью соглашается редко. Мне очень нравится это место, и мне очень жалко, в каком состоянии оно побывается. Потому что если по этому району пройти, от улицы Лачбыш, до улицы Мазакал, то приблизительно 80% домов находится в том состоянии, в котором дом, где собственно находится. В других странах Балтии Петра Воткинс акции проводить не планирует. А сколько продлится эта выставка, зависит от самих рижан. Выставку художник специально оставил без охраны. Это своего рода эксперимент. Сколько долго картины останутся нетронутыми в одном из самых депрессивных районов Риги, на Москачке. Сегодня второй день выставки, и мы видим, что даже техника все еще стоит на месте. Единственное изменение – все шампанское. Выпили и клубнику съели. Неужели жители московского форштата оправдают надежды художника и уважат его искусство? С Кирмотой Бальчутой, Ройс Бранц, Гунти Сфелбанец, телекомпания ТВ5.